МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь используется все новейшее вооружение, которое поступило на снабжение воздушно-несантных войск Российской Федерации. Это и новое стрелковое оружие, автоматы АК-12 со всем навесным оборудованием. Это и новые боевые машины БМД-4. Всего в практических действиях белорусско-российского учения Славянское братство 2020 будет задействовано около 6 тысяч военнослужащих и более полутысячи единиц боевой техники. Подробности в следующих выпусках. Президент Беларуси сегодня обсудил с губернатором Приморского края России Олегом Кожемяко возможные точки роста сотрудничества. Есть предпосылки, чтобы нарастить в этот регион поставки отечественной техники и технологии, осуществляя при этом гарантийное и сервисное обслуживание. Обсуждается также участие белорусских специалистов в строительстве космодрома «Восточный». Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности и на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве и многое-многое мы можем сделать на этом космодроме. Мы решили отработать следующее, чтобы у нас во всех крупных городах были представлены именно белорусские товары народного потребления, сельхозяйственные и другие товары через такой торговый дом Белоруссия, такие белорусские подворья. И я думаю, что у нас приедут уже на Белагра представители, кто возьмется за это дело. Мы уже подобрали таких инвесторов, кому это выгодно, кому нужно. Большая делегация из Приморского края за два дня успела поработать в Могилевском и Столичном регионах. Команда профильных специалистов посетила с десяток крупнейших предприятий. Точки регионального роста найдены. Еще один импульс придаст и форум регионов Белоруссии и России. Он пройдет в Минске уже на следующей неделе. И совсем иной импульс в действиях Запада по отношению к Белоруссии. Нам активно навязывают революцию под разным соусом. Нам обещают многое и говорят, говорят, говорят. Но что в итоге? Своё мнение на этот счет высказал политический аналитик Украинского института политики Руслан Безяев. Ну это же понятно. Если музыку заказывают, значит это кому-то выгодно. Единственное, кому это не выгодно, это не выгодно Белоруссии, белорусскому народу. Потому что стабильность, это сейчас, знаете, такой актив, который не купишь ни за какие деньги. Ключевые риски заключаются в следующем. Первое. Запад для себя видит Беларусь не субъектом в этом процессе, а объектом. То есть для коллективного Запада самое главное, это ведь не легитимность Александра Григорьевича Лукашенко. Они в аналогичной ситуации в 2006 году спокойно всё признали. А нынешняя позиция Евросоюза, на мой субъективный взгляд, является юридически не до конца корректной. Так вот, своими действиями они полностью отрезали Беларусь от западного вектора развития. Что может предложить Запад, кроме без виза? Покупать ваши МАЗы? Покупать вашу продукцию тяжёлого машиностроения? Что конкретно? Если у них даже в соседней Польше, в основном польское экономическое чудо держится на двух составляющих. Это субвенции ЕС и преференции на рынке ЕС для польской продукции. Уберите две эти составляющие, и по уровню экономики Польша опустится где-то на уровень Белоруссии, Украины и Прибалтики. Тропический шторм Бета обрушился на США. Наибольший удар пришёлся на побережье штата Техас. Порывы ветра превышали 70 км в час. Мощные осадки превратили улицы Хьюстона в реки. К слову, Бета стал девятым ураганом в этом году, который ударил по континентальной части США. Это рекордное число за столетия. Ну а в Индонезии проливные дожди стали причиной мощных наводнений. Власти провинции Западная Ява сообщают, что большая вода снесла дома и транспортные средства. 12 деревень полностью затоплено. Известно о трёх погибших и более 20 пострадавших. Есть и пропавшие без вести. Чрезвычайные службы продолжают поисково-спасательные работы. День без автомобиля. Сегодня завершает европейскую неделю мобильности. Минск в пятый раз присоединился к экологической акции. Утром на работу на велосипеде выехали десятки минчан во время велопробега через центр города, от станции метро Малиновка до Национальной библиотеки. В заезде также приняли участие представители мэрии, руководители организации и предприятий столицы. Мы видим, что очень много минчан ежедневно пользуются велосипедом. Но рассчитываем, что такие мероприятия, они добавят ещё импульс. И мы увидим с каждым днём всё больше и больше, начиная от младшего возраста, заканчивая пожилым, людей на велосипедах. На велосипеде порой быстрее можно добраться из одной точки в другую. Действительно, да. Это правда. И многие сегодня наши жители выбирают велосипед, нежели автомобиль. Ну а тем, кто выбрал экотранспорт, волонтёры в городе дарили фрукты и памятные сувениры. Кстати, сегодня для автолюбителей при предъявлении водительских прав и техпаспорта бесплатный проезд в общественном транспорте. О развитии событий мои коллеги расскажут в 15 часов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго.